Вреди заболеваний, приводящих к образованию и накоплению шлаков, наиболее часто встречаются воспалительные заболевания желчного пузыря – полициститов. Они бывают некалькулезными, то есть бескармливыми, и калькулезными, когда воспалительный процесс сопровождается образованием камней. Искинезия, вызванная нарушением сократительной способности к мускулатуре желчного пузыря, рассматривается как осложнение холецистита, а также способствует зашлакованию желчных путей печени и желчного пузыря. Этим заболеваниям часто сопутствуют паразитарные заболевания желчного пузыря, такие как эмблиоз, афистаркоз, аскоридоз и другие. Война в одной из составляющих очищения печени должна быть профилактика и лечение организма от пигментов. Помимо общих противопоказаний, проводить очищение печени нельзя при сахарном диабете и острых воспалительных процессах организма. Перед началом курса очищения необходимо делать утрозвуковое исследование печени, чтобы выяснить размер печеночных камней. Если они окажутся крупными, не рекомендуется пытаться вывести их самостоятельно. Перед проведением очищения необходимо придерживаться вегатерианской диеты, исключив из нее не только мясо и рыбу, но и молочные продукты. В основе почти всех очистительных методик лежит использование сока лимона и оливкового масла. Сок предпочтительно выжимать не с помощью сока выжимала, а вручную. Для очищения печени нужно сделать с утра клизму, а затем залупить 5 сок из кислых яблок, добавляя в него свекольный сок в пропорции 4 к 1.